Здравствуйте, дамы и господа! И сегодня у нас блистательная, блистательная игра в режиме 1 на 1. Самая интересная, самая популярная дуэльная карта сегодня у нас. Это Кровавая река, и здесь встречаются две очень сильные фракции. В левом нижнем углу, то есть на юго-западе, у нас играет пожилой жмышара. Это очень крутой игрок, который играет в основном за космодесанта и распространяет слово императора. Это реально крутой перец. Против него играет Хаосит. Хаосит построил себе храм Хаоса, заказывает там лорда Хаоса сразу. Вышли первый взвод сектантов, второй взвод сектантов, и они уже захватывают самые ближайшие точки. Вот эту, конечно, он пока не захватывает, но и в принципе, наверное, ему не надо. И посмотрите, оба других еретика, они сразу строят генератор. О чем это нам говорит? О том, что, скорее всего, либо захочет возводить ЛП-2, чтобы защищаться, либо какие-то генераторы или подстраивать, чтобы тоже защищаться, потому что, ну, как космодесантник сможет продамажить? Да никак не сможет продамажить. Поэтому, скорее всего, да, мы видим то, что энергии ни на что не тратится больше на другое. И, скорее всего, именно так и будет происходить. То есть, будут доказываться наблюдательные посты и ЛП-2 ставятся. Так, наш пожилой жмышара, наш космодесантник заходит внутрь и встречает тут, видит тут двух еретиков, но выходит герой Хаоса и начинает стрелять по разведчикам. Да, они видят что-то. И, на самом деле, да, даже если бы они правой кнопкой нажали, то ничего бы не получилось. Успеет ли заказаться? Успеет ли? Да, успел, не потерял отряд. И нужно бежать отсюда. Но одна моделька потеряна, а вторая будет ли потеряна? Да, вторая моделька потеряна. И у меня такое чувство, что он его заберет. Ой-ой-ой-ой. Это значит, что он потерял отряд, который стоит довольно-таки дорого. И плюс одну модельку за 45. Это тоже немного неприятно. С левой стороны с запада подходят космодесантики. Немножечко побычили тут, но ничего такого не добились, на самом деле. Потому что просто постреляли, даже, вот, посмотрите, они отняли, получается, 8 здоровья, да? Но довольно-таки прикольно, с другой стороны. Прокачалась надстройка, и это уже наблюдательный пост ЛП-2. У него есть пулемет сверху, и он будет стрелять от их всех. Так, мы видим то, что тут, наверное, дуэль, да? Лорд Хаос против Командора. Вы знаете, у Лорда Хаоса как-то вроде как поменьше здоровья. Мы видим то, что тут 1600, тут 1850. Ну и плюс, Командор, он может встанеть, оглушать. И это очень-очень сильно. Сектанты гонятся за служителем. Нет, вряд ли у них что-то получится. Посмотрите, до сих пор тут не застраиваться. Неужели Хаусид немножечко забыл то, что у него здесь находится захваченная точка? Потому что можно просто взять, и вот этими пацанами, да, вот, он именно это и сделал. Заказал еще одного еретика, заказал отряд Космонисанта Хаоса. Итого, это будет первый отряд Космонисанта Хаоса. Тут мы видим раз, два, три отряда сектантов. Вот и будет первый, получается, боевой отряд. Надо вот так идти, идти вот так по указанию мышки, стрелять. Не правой кнопкой нажимать, а вот идти сюда. И они застрелят сами собой. Посмотрите, эти сектанты тоже подорвались, начинают убегать наверх. И мы видим то, что тут тоже как-то они бегут. Вот этот надо забирать, надо штрафовать. Но почему-то этого не происходит. Они сами в себе немножко запофинговались. Но это такая карта, видать, тут какой-то хитбокс. Или как это называется, квадратик, который мешает пробежке. Космонисантики стоят в негативном укрытии. Получают немного больше урона. Там, по-моему, несколько процентов. Ну, десятка или двадцатка процентов. Лорд Хаоса, я бы не сказал то, что он пробивается как-то. Нет. Скорее всего, нет. Но вот толпой вот так, в два отряда и герой. Вот так, если правой кнопочкой нажать, посмотрите, уже минус 100 реквизиции. Тут минус 50 ресурсов влияния. Давай, еще одного. И он подошел, ударил этот отряд. Отводит этот отряд, подводит. И можно вот так стоять и расстреливать. И сейчас нужно бежать, 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 чтобы на ходу бить. Давай, 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 давай. Ты убьешь его. Надо до конца уже бежать. Да, тут, конечно, вышка. Это нехорошо. Но можно хотя бы подойти. Хотя бы вот тут наштрафовать. Это огромное количество ресурсов. Хаосит не успеет это все зарегенить. Это 100%. Посмотрите, Хаосит себе, да. Все ЛПшки качать, чтобы был прирост хороший. Я понимаю, я согласен даже, что это очень здорово. С одной стороны. С другой стороны, вот тут вот теряется довольно-таки большое количество здоровья у самого Лорда Хаоса. У парней, у Космодесантников Хаоса тоже теряется. Давайте посмотрим, у Косма что. У него тут просто пока что стоит отряд Космодесантников обычных. А вот здесь, на самом деле, он, я бы сказал, терпит. Ну, не поражение, но он стоит хотя бы бьет с упора. Пойдет. Он очень сильно продамажил Лорда Хаоса. Сейчас нужно отходить к Космодесантнику. Возможно, этот парень будет потерян. А хотя, может, и нет. Посмотрите, очень даже хорошо стреляют. Урон идет вот от этой толпы. В героя сюда. Он не в негативном укрытии. Посмотрите, тут он всех почти побил. И даже Лорд Хаоса очень коцанный. Из ключевых точек взята одна слева. В центре пока не взята. Хотя, можно было бы кого-то, наверное, отправить. Заказываются гранаты. То есть, Космодесантникам, скорее всего, будет отыгрываться такой очень-очень даже жесткий и жестокий. Я не побоюсь этого слова. Т-1,5. Т-1,5. Два отряда Космо. Все есть. Возможно, было бы неплохо вот так что-то подзахватить. Вот. Даже не слева здесь, а вот конкретно в центре справа. Вот это очень нехорошо. Тут ничего не сделаешь. Придется убегать разведчиками. Опачки. Кого это он нашел? Минус рабочий. Хорошо. Отлично. Тут один отряд против двух не пойдет. Это довольно-таки опасно. Два отряда против двух. Это пойдет. Граната какая. Посмотрите. Вторая граната. Ой-ой-ой. Это, возможно, будет сейчас минус героя. Либо очень сильное закоцывание героя. И я хочу сказать, даже под этой ЛПшкой драться можно против вот этих вот бандитов. Потому что там герой битый. Но все-таки решает Космонессантик немного бэкнуться. И я хочу сказать, пожалуй, Жмышара поступает абсолютно правильно. Сейчас прокачается. В смысле, прокруточка пройдет. И он снова себе сделает гранаты. Короче, снова появится. Вот по поводу вот этого мува. Я бы это отказал. И вот тут бы я заказал прокачку на самом деле. Хотя он сейчас, в принципе, ее и закажет. Обратите внимание. Сейчас он должен уже заказать. 125 энергии. Requirements. Требования. И сейчас он закажет. Давайте, на, посмотрите. Блистательный переход в монастырь. И тут тоже переход в монастырь. Единственная разница по ресурсам. У Космо 80 на 20. У Хаоса 110 на 20. Много ли это? Я думаю, что это достаточно. Но это за 10 минут будет 300 единиц ресурсов. За 10 минут 300. Игра сама по себе даже не идет еще 10 минут. Но на длинной дистанции 300 это, конечно, хорошо. Но с другой стороны, обратите внимание, сколько тут космодесантиков Хаоса было убито. И, возможно, это даже нивелирует. То есть, какие-то тактические победы, они на самом деле намного лучше, чем какая-то крутая экономика и плохая тактика. Вот. Посмотрите. Обратите внимание. Черепки загорелись. Черепки загорелись. Видите, ребята? Вот они загорелись черепки. Это нам говорит о том, что космодесантник прокачал, наконец-то, первую бионику. Также мы видим плазменный пистолет. Посмотрите. Когда стреляет плазменный пистолет, какие он куски отрывает от этих сектантов. Очень сильно бьет. Тут заказывается избранный. Но я думаю то, что... Опачки! Заказал-то избранный. И его... На-на-на! Быстренько! Сюда его! Посмотрите. Посмотрите. Вот он. Вот он. Хаосит погиб. И посмотрите, у него кулак такой, который держит вот эту звезду Хаоса. На тебе! Хаосит избранный. Слева, с запада нападает космодесант Хаоса. Два отряда. Герой немножко битый. Есть избранный. У избранных есть плазменные пистолеты. Есть ли клинок? Нет. Я не вижу, чтобы было плазменного клинка. Вот этого нету. Нету пока что. Прокачалась Т2 и заказывается сразу Капеллан. Да, заказываются сержанты здесь, сержанты здесь. Тяжелые болтеры тоже начинают заказываться. Это очень здорово. Возможно, да, да, все-таки начинает энергетическое оружие качать. Я, если честно, думал, он будет брать Бионику. Почему? Потому что Бионика дает здоровье не только обычным бойцам космодесанта, но и сержантам. Абсолютно всем причем. Вот отсюда уже идет дамаг от болтеров. Эти кинули болтеры. Давайте, вот эти парни должны кинуть гранату. Будет ли удар гранаты? Нет, нету. И они стоят и стреляют. Возможно, еще не все болтеры есть. Но все-таки какое-то прокоцывание какое-то все-таки есть. Мехи закачались, чтобы если вдруг будет битва в ближнем бою, можно было подражаться. Плюс у Командора все-таки урон будет выше. У Капеллана будет урон повыше. Обратите внимание, есть деньги. Заказан храм Бога Машины. И он сразу двумя рабочими строит. Прирост 98. В центре захвачена стратегическая позиция. Давайте посмотрим, что у нашего Хаусита. Заказывается чернокнижник. Увеличение количества бронетехники. И заказывается БТР Носорог, чтобы транспортировать своих бойцов Хаоса. Заказаны ли прокачка Смерть слабым? Вы знаете, нет. Я не вижу ауры вокруг все-таки Избранного. Это говорит о том, что пока ее нет. Но вот он нажал ее качать. Также заказался чернокнижник Хаоса. Идет сюда. Пока что мы видим довольно-таки сильное все-таки армия боеспособная. Приросты 110 на 40. Заказываются разные юниты. Так, фиксируем. 110 на 40. И много ресурсов. У космодесанта 98 на 30. Не такое уже большое отставание. Вот, начинается драка очень жесткая. Первые гранаты кинулись. Прожата способность космодесантов Хаоса. И начинается жесткая перестрелка. Посмотрите, Командор живет. Опачки. Использовалась способность. И как же неплохо. Вы посмотрите. Ах, погиб. Просто уничтожил. Это очень мощно. Когда космодесант может взять и так просто сильно нахлобучить. Это очень отлично. Посмотрите. Он прокачал еще себе дымовые гранаты, чтобы снизить урон. И на передовой ставит генератор, чтобы показать своему врагу то, что смотри, я не боюсь тебя. Подлый Хаосит. Ох. Посмотрите, какая раздамажка идет по стационарному болтеру. Тут космодесант. Тут космодесант. Да, конечно, вот сейчас погибнет космодесантник с болтером. Это неприятно. Но сейчас урон получает сержант. Посмотрите. По сержанту довольно-таки неплохо прилетает. Удар произошел. Нет, нет. Просто сел в БТР носорог. Вышел. И посмотрите, какая регенерация в морали. Во-первых, ее много. Во-вторых, ее много. Во-вторых, регенерация хорошая. Так, и посмотрите. Он переключился. Начал атаковать другого. То есть он контролит. Хаосит неплохо контролит. Он нажимает. Вот. Опачки. Мы видим, тут уже есть смерть слабым. Давайте посмотрим, что Хаос делает. У него нормально по ресурсам. У него убегает еретик. Тоже на передовой строит стационарный болтер. О, высадились. Но тут очень битый избранный. Он очень битый. Есть еще один второй отряд. Тут еще заказываются парни избранные. Высадит ли? Да, высадил и получил гранату. Даже две гранаты. Даже три гранаты. Но сразу посадил своих парней в БТР носорог. И очень грамотно с тактической точки зрения отыграл. И начинает немножечко уезжать отсюда. Пришел в центр. Высадился. И ах, просто уничтожил этих сектантов. Молодец. Я считаю, все правильно сделал. Но я так думаю, надо будет сейчас чинить немножко этот транспортник. Нету никакой техники у Хаоса. Построен жертвенный круг. Я, кстати, не знаю зачем. Увеличение прироста влияния на самом деле тоже спорная такая ситуация. Почему? Потому что 98 на 50. Да, он тут потерял. Но он все равно будет это застраивать. То есть у него на самом деле прирост очень хороший по энергии. Я очень хочется увидеть, чтобы он сделал какую-то хотя бы технику. Но он делает абсолютно зеркальную вещь. То есть мы фиксируем то, что у космодесантника намного меньше потрачено ресурсов, чтобы энергию какую-то добывать. Прирост 98 на 40. Тут 98 на 50. Это равноценное. Но у Хаоса, видите, вот тут поднятые ЛПшки. Он себя чувствует лучше. Это как бы броня. Тут надо тактикой играть. И посмотрите, вот приехали двое чуваков. Два отряда сразу гранату получили. И получают расстрел просто нереальный. А почему вы спросите? Да потому что тут, во-первых, урон очень большой от тяжелого болтера. А во-вторых, тут прокачана специализация тяжелого вооружения. Носорог должен уйти. Даже если он не уйдет, он все равно пешком куда-то убежать сможет. Опа, высадил. И вот этого казнит ли? Нет. Но он его хотя бы пробил неплохо. Посмотрите. Даже чернокнижник Хаоса вынужден был телепортнуться и сразу прикрепиться. Так, тут заказывается первый осквернитель. А вот это уже что-то интересное. Когда заказывается первый осквернитель. Подъезжает очень битый транспортник Носорог. Выгружает парней. Кидает сюда. Аааа, 10 хп, 4 хп, 2 хп. Подбилось. И посмотрите, как она перевернулась. Тоже красиво выглядит по-своему. И вот они стоят, парни. Они стоят в этих дымовых, как бы, в дымах, скажем так. И начинают просто уходить. Замедления нету. А вот замедление есть, конечно, от вот этого. Да, продолжает стрелять. Но тут была вторая БТР-ка Носорог. Он пытается сесть. Ох, не получается. Давай, давай, давай. Нужно садиться. Нужно садиться. Ай-яй-яй-яй. Что, что, что происходит? Давай, давай, садись. Ох, сел и спасаться уже можно. Уезжает. Посмотрите, тут строится. Тут Т-3, оказывается, центр орбитальной связи. Библиарии. Слово императора, способность. И командир-ветеран. Вы знаете, по поводу слова императора, я бы, конечно, ну, такая, такой себе, ну, как, нормальный, на самом деле, вариант. Просто урон получают юниты под способностью слова императора, к сожалению. Это не самая хорошая вещь. Потому что урон все-таки проходит. Если мы сравниваем с, например, жрецами, которые у имперской гвардии. Так, мы видим то, что, опачки, тут идет урон от стационарного болтера. Два раза промахнулся. Третий раз попал. Посмотрите, как же мало урона получает, когда вот эти вот дымовые завесы есть. Минус 50% урона. Это очень-очень сильно. Я бы сказал, много. Поэтому, но несмотря на это, все равно космодесантник пробивает. Посмотрите, как сильно космодесантник живет. Несмотря на то, что у него Т-3, он также воюет с своими двумя отрядами Т-2, на самом деле. Вот вышел библиарий только-только. Начинаются прокачки. Но уже Т-3 юнит заказался. Будет ли он сейчас его высаживать? Если будет, то куда? Нет. Пока что заказывают штурм терминаторов. То есть терминаторы обычно есть. Будет ли он их использовать или пока что нет? Возможно, даже и нет. Библиарий немножко идет. Стреляет из своего плазменного пистолета. Заметьте, довольно-таки неплохой урон. Так, вот тут есть одна ракетная установка. Второго он не высаживает. Второй отряд не высаживает. Вот, высадил второй отряд. Тут еще есть ракетная установка. Давай, долбани пару раз, ракетница. Сюда-сюда. Вот этим, вот этот пацан, видите, не туда стреляет. Надо было нажать правой кнопочкой сюда. И он опять не туда стреляет. Потому что, потому что вот так работает. Поэтому, на самом деле, если хотите играть за опачки, посмотрите, что он сделал. Ну-ка, ну-ка. Ой! А он фейкнул, наверное, да? Как вы думаете? Может, он реально зафейкал специально, чтобы показать? Смотри, у меня Т-3. Посмотри, у меня Т-3 есть. Что ты мне сделаешь? Вот, высаживается штурм терминаторы. Они идут. Подойдут ли? А если подойдут? Давай, просто одну баночку вот сюда прописать. Давай, давай. Нет, они решают подойти сюда. Опачки, их немножко пофингует. На-а-а! Лопнула, лопнула бронетехника. Подходят и начинают, посмотрите, в упор бить просто своими молоточками. Очень неплохо у них получается. Реально бьют молотками. Погибает космодесантник хаоса. Раз отряд, два отряд. Тут терминаторы, прикрепленный к ним библиарий. Уже есть штурмовое орудие. Посмотрите, там урон бешеный. 240 на 400. И тут выходит берсеркик хорна. Как один проигрок за хаос говорил, то, что обычные космодесантники с прокачанным клинком и с избранным, они лучше даже, чем берсеркик хорна. Потому что они хотя бы издалека еще будут бить. Берсерк хорна это не самый сильный юнит против славных сынов императора. GGVP пишет хаосит и просто уничтожает себя. Посмотрите, он не выдержал этого психологического давления и решил выйти из игры. Блистательная победа от космодесантика. Посмотрите, какая у него сильная армия. Супер. Давайте на ресурсы теперь глянем. Ресурсы. Получил влияние. Хаосит больше, почти на 2000. Энергии получил больше. Но тактически, пожилой жмышара превосходил всегда, как минимум, на два шага своего противника. Блистательная победа, пожилой жмышара, ты большой молодец. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч.